Всем привет! Сегодня мы находимся на Гибралтаре, фактически на краю света. Это крошечная территория, 7 квадратных километров рядом с Испанией и огромным значением. Здесь сошлись воедино природа и история, уникальные пейзажи и необычные местные обитатели. Колоритный, привлекательный и своеобразный Гибралтар сегодня в нашем выпуске. Мы хотим вам показать это удивительное место и надеемся, что вам понравится, так же как и нам. Погнали! Вот он, красавец полуостров, так удачно расположенный прямо у Атлантического океана. Это своего рода ключ к Средиземному морю. Добраться до Гибралтара не так просто. Это маленький, но очень важный кусочек земли. А еще здесь очень классные виды. Красоты добавляют морские пейзажи. Ежедневно через этот узкий пролив проходят сотни судов, включая танкеры и грузовые корабли. И если подняться выше, то все прекрасно здесь видно. Неудивительно, почему британцы так ценят это место. Гибралтар считается заморской территорией Великобритании, но культуры и атмосферы здесь совсем другие. На полуострове проживают представители различных этнических групп. Британцы, испанцы, генуэзцы, марокканцы и другие. Это делает местную культуру по-настоящему многообразной. Вообще на Гибралтаре много чего удивительного. Аэропорт с дорогой на взлетно-посадочной полосе. Это концертный зал в пещере. И Африка на расстоянии вытянутой руки. Но так или иначе, все пути здесь ведут на гору. С нее мы и начнем. Здравствуйте. Я с вами не поеду, извините. Я пойду пешком. Идти на своих двоих – отличная возможность почувствовать масштаб скалы и насладиться видами по пути. И примерно через полчаса мы увидели вот это. Интервью у нас сегодня с гибралтарцем. Сейчас пару вопросов зададим. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к гибралтарскому футболу и как вам, в принципе, цены на вашей земле? Ну нет, ответа сейчас размышляет. Подождем. Скажите, а какая ваша любимая команда? И поддерживаете ли вы то, что УЕФА развивает футбол? Буквально на глазах множатся жители гибралтара. Теперь у нас их два. Пока не удается понять язык, на котором общаются местные, но мы не теряем попыток и продолжаем работать. Здравствуйте. Как ваши дела? Я могу понять, я бы тоже с собой не общалась. Ух ты. Это мои волосы. Ты знаешь, сколько они стоят. Контакт с местными мы уже наладили. Надеюсь, это нам выдаст какую-нибудь скиску. Пожалуйста, пожалуйста, поднимайтесь. Кстати, есть местное поверье. Если обезьяны покинут гибралтар, то и британцы потеряют контроль над этой территорией. Так что пока они здесь, все в порядке. Здравствуйте. Вот у нас билеты. Мы все оплатили. Можно мы пройдем вверх, пожалуйста? Проезд с детьми до трех лет бесплатно. Чем и воспользовалась местная жительница. Идем дальше. Лестница, по которой мы сейчас поднимаемся, насчитывает больше 4000 ступеней. Как видите, некоторые уже сдались. Ребят, все получится. Еще чуть-чуть надо потерпеть. И там наверху я вам, там крыша. Пойдем. И пока для вас прошло 2 минуты, для нас больше часа. И вот он, главный момент путешествия. Весь этот путь мы проделали, чтобы показать вам вот эту. Самую крайнюю и северную точку Гибралтара. Вон там Африка, вон там Испания. Это, кстати, не только самая высокая точка, но и главная достопримечательность для туристов. Больше, чем людей, здесь, пожалуй, только маготов, местных макак, настоящих хозяевов скалы. Но вообще, виды потрясающие. Путешествия точно того стоят. Для того, чтобы обновить инстаграм, must have. Переносимся в другую локацию, и вот мы уже на самой южной точке Гибралтара. И здесь мы не просто так, ведь совсем рядом наш стадион. Познакомимся с ним поближе, ну и пообщаемся с президентом Линкольном. Гибралтар просто удивительное место. Что еще более необычного, может быть, вы слышали о нем от команд, которые приезжали сюда играть? Я думаю, все команды, которые приезжают играть, первым делом, даже на другом стадионе, они фотографируются на фоне скалы, или на фоне Африки, как мы здесь. Сегодня немного более пасмурный день, так что не все видно. Но я думаю, что каждая команда, которая приезжала сюда, первым делом фотографировалась на фоне скалы, или через проливы в Африку и Средиземное море. И хотя они приезжают из больших стран и так далее, но очевидно, что они очарованы, как и вы сейчас. Вы уже увидели нашу скалу, немного узнали историю. Так что у нас очень интересное место. Трудно ли жить в месте, где все друг друга знают? Ну, я думаю, в этом и есть прелесть гибралтарцев. В основном мы все знаем друг друга. То есть, если я не знаю вас, я могу знать вашего двоюродного брата, ну, или дядю, или что-то в этом роде. Очевидно, в этом есть свои преимущества. Очевидно, что иногда это доставляет удобство. Но в целом, мы здесь родились и выросли. Понятно, что мы привыкли к такому образу жизни. Вы играете в собственном чемпионате. Насколько, может быть, как вам кажется, было бы лучше присоединиться к английскому чемпионату? Это невозможно, потому что у каждой федерации есть свои команды. И, конечно, мы гордимся тем, что у нас есть своя федерация, и что сейчас мы можем уверенно стоять на ногах, что позволяет нам участвовать в европейских соревнованиях. Ведь представьте себе, если бы мы вступили, скажем, в английскую лигу, каковы были бы шансы, что нам дадут место в Европе, в ущерб, скажем, Ливерпулю или кому-нибудь еще? Нет. Поэтому я считаю, что такая ситуация нереальна. Самая интересная команда, против которой вы играете? Мы играем в Еврокубках уже 10 лет. Мы дошли до группового этапа Лиги Конференции в 2021 году. Играли с такими командами, как Паок, Копенгаген, с другими хорошими командами. Для нас, как для маленькой страны, очень приятно, что флаг Гибралтара развивается по всей Европе. И знаете, мы играем с теми, с кем нам выпадает шребень. Мы путешествуем по всей Европе из года в год. Для меня это интересно. Посещать другие страны, другие культуры. Вообще играть в Еврокубки здесь, в Гибралтаре, и представлять свой клуб. Это очень памятный момент для меня. Я горжусь этим. Тяжело ли постоянно выигрывать чемпиона? В этом году мы выиграли его на 90-й минуте последней игры сезона. Очевидно, что Лига с каждым годом становится все более конкурентной. Поэтому с каждым годом все сложнее побеждать, чтобы потом участвовать в Еврокубках. Но это то, что держит нас в тонусе. Мы знаем, что должны улучшать игру не только для того, чтобы лучше выступить в европейском турнире, но и чтобы попасть в Лигу чемпионов. А это невозможно, если не выиграть собственный чемпионат. С кем вы сами больше всего мечтаете сыграть? Вы знаете, что я большой болельщик Ливерпуля. Так что думаю, это будет моей мечтой. Очень-очень трудно представить, как это может случиться. Но это футбол. Здесь все возможно. Мяч круглый. 11 человек играют против 11. Это одна из самых важных наших игр за последнее время для клуба. для Беларуси, так как давно не участвовали в Еврокубках. Поэтому будем работать и побеждать. Всем привет и добро пожаловать на самый край Старого Света. Стадион Европа-Поинт, расположенный на одноименном мысе, буквально в щитных метрах от Гибралтарского пролива. Живописный вид. Маяк постоянно будет попадать в объектив центральной камеры. Романтика, одним словом. Но все это не должно отвлекать нас от главной цели. Сегодня минские динамовцы могут пролваться в Евро-Тутковую осень. Плюс два для минских динамовцев. И мы очень надеемся на успех в ответной встрече. Бывают трудные матчи. А бывает, как сегодня, труднейший матч. Было очень тяжело. И не знаю, с чем связано. С погодой, с полем, с состоянием. С психологическим состоянием, наверное, я думаю, в первую очередь. Потому что результат давлел. И это, в принципе, ощущалось по ходу игры. Перевод на семерку Линкольна. Тут до мяча добирается, но ударить не получается. У него Тиджей Баррт! Какой гол красивый! Забивает Линкольн 30-е минуты. А какие были мысли? Понимали, что нужно просто пособраться. Потому что играли в несвойственную какую-то себе игру. Что-то перепугались. И со стороны уже лет я понимал, что просто главное успокоиться. Потому что паника, если бы пошла, то, в принципе, могли бы не довести до нормального результата. Неудачный первый тайм проводит Минское Динамо. Я сказал ребятам, что, ребята, будет труднейший второй тайм. Потому что мы проигрываем 1-0. Опять-таки здесь соперник. Ну, сказать, что они что-то так сильно нагнетали на нас, не скажешь. И тут вопрос с собой выходил на поверхность. Это нам добавить в нашей игре для того, чтобы забить этот гол. А вот сейчас прошла передача на Стивена Альфреда. И счет становится 1-1. Уж как критиковали нашего центратного нападающего. И где-то, наверное, по делу. Был важнейший гол для динамовцев. И снова пасовал Рай Лопес. Развернулся. Стивен Альфред. И прокатил мяч в домик защитнику. Подача в штрафную площадь. Какой момент? И забивает, забивает Ти Джей Барр. Возвращая интригу. Длинная передача, удар. И он бил, мне кажется, пять метров мимо. Но попал. Случайно Вадика и залетел. Так что здесь не такая, наверное, роковая случайность. Но я же говорю, повторюсь. В принципе, запасик был. Естественно, в игре мы об этом не думали. Потому что если начинаешь думать, это еще хуже становится. Но понимали, что ничего плохого не случилось. И еще, в принципе, главное доиграть до конца. Дает все-таки свисток греческий арбитр. Динамо по сумме двух матчей. 3-2. И вперед идет Минское Динамо. Но Евро осень обязательно будет. Впервые за 6 лет для нашего футбола. И конкретно с этим я вас, друзья, поздравляю. Конечно, счастлив. Уже задачу минимума выполнили сейчас. Как говорил, один человек нужно журавля ухватить. Попробовать. Спасибо всем, кто положительные флюиды нам посылал. Потому что они нам сегодня были очень нужны. Было понятно, что тяжело. Может, какое-то легкое разочарование есть от того, что не выиграли. Но самое главное, мы прошли дальше. Это самое главное. Спасибо и поздравления также всем болельщикам. За поддержку мы все это чувствуем. Все нам передают, все мы видим. Всю поддержку. Это очень помогает нам. Спасибо большое всем.